Вот такая красная хлопковая туничка. Спинка у нее подлиннее, перед покороче, но все прикрыто. Это размер 54, но все-таки думаю, 56 было бы лучше. Но нет, 56. Взяла 54. Буду носить. Я думаю, если ее постираю, потом просто утюжком распарю немножко в ширину и все. Хотя мне и так комфортно. Вот и 54 мне комфортно тоже. Я довольна очень. Простая вещичка. Брючки надели, кроссовочки надели. А у меня еще есть же бордовые такие туфельки, кроссовочки. Можно с ними сумочку черную или красную. И гуляй себе, девочки. Как вам такая секси-леди? Наверное, я не создана быть леопардом. Модель мне нравится. Не знаю, как цвет. Но сама модель мне нравится. Тоже удлиненная. Вот смотрите. Как раз для таких стройных, как я, породистых. Все прикрыто. Для большой груди есть место. Рукав длинненький. Вообще, вот она мне нравится. А размер какой? Не посмотрела. Размер 56, да. Может, только расцветка не моя. Я никогда леопарда не носила. Нет, у меня палантины есть леопардовые. Я их с горчичной курточкой носила. Все, пожалуй. Больше у меня леопардового ничего не было. Ну вот, теперь у меня есть такая блуза леопардовая. Я каблуки надену. Мне же советуют каблуки. А, нет. Я знаете, что с этой блузкой надену? Черную куртку с капюшоном. У меня просто однотонная есть черная. И брючки черные, или леггинсы, и высокие сапоги черные с крокодилом. И все. И будет классно. Скажите, и черную сумочку еще. Такая будет черная леопардовая. А, у меня еще палантин леопардовый есть. Точно. Все, я себе уже образ придумала. Ну вот блузка мне нравится. Она комфортная, она по размеру мне. И по длине. Девчонки, ну скажите, классная штучка. Я еще говорила, она короткая. Можно под нее что-то длинное надевать. Но я ее надела, а она совсем не короткая даже. Смотрите, она совсем не короткая. Все прикрыто. Но она вот такая комфортная и модная. И цвет модный. И вот эта вот мне штучка нравится тоже. Угу. Точно? С черными сапожками. И с моей черной курточкой. Черную курточку надену. Где она, кстати, у меня? Сейчас, ждите. Вот смотрите, вот так с курточкой будет. Какой-нибудь шарфик намотаю. Приятного цвета такого. Ну вот харки прям классный цвет, да? Ну и сапожки черные надену. Здорово же будет. Вот, черный. А, 50 рублей нашла. Ой-ой-ой-ой. И платочек. 50 рублей нашла. Представляете? Хорошо, что вы мне сказали надень куртку. Надела куртку и... Ходит, ходит по чистому диванчику. Ходит, ходит, ходит. Смотрите. Смотрите. Ну давай обниматься, что ли. Оп. Такая вот курточка. Ой, я довольна тоже этой курточкой. Девчонки, ну вот... Зачем покупать дорогие вещи, если есть вот такие классные, недорогие вещи? То вот, кстати, в магазине-то они потом уже и дорогие становятся. Ну все, очередь до платьев дошла. В общем, ну вот смотрите, длина. Вы мне всегда говорите, коленки прикрывай, коленки прикрывай. Коленки прикрыты. Моя длина? Как вы считаете? Коленки прикрыты. Вот такое платье. Смотрите, оно уютное. Можно будет с демисезонным пальто носить, наверное, в марте уже. Сейчас надену пальто. Покажу, как можно накинуть. Надела сапоги, потому что... Можно было черные колодки надеть. Ну что-то вот достала, потому что сейчас буду все подряд примерять. Пусть будут нейтральные. Хотела с ботиночками. Вот у меня новехонькие ботиночки. Черное пальто надеть, но надо под них вот такого цвета колготки. У меня нету сейчас. Были, я их сносила. Надо купить вот такого цвета брусничного колготки. И с этим платьем, с ботиночками, с черным пальто и с брусничным палантином. Прикиньте, как будет классно. Но вот сейчас их не буду надевать, потому что колготки нужны другие. Опять скажете, ногу рубит. Какие они удобные! Сейчас надела, просто нога спит. Я так рада, что я их купила. Вот вы знаете, когда я устраиваю такие примерки... Вот сейчас, если бы вы видели, что у меня тут на диване творится. Я ведь достаю все из кладовки, все обувь из коробок. Все начинаю примерять. Представляете? Ну вот, пальтишко застегну. Смотрите, да, на мое платье. Пальтишко застегну, палантин намотаю. Вот такого цвета брусничного. И все, куда-то пришла, разделась. И длина платья соответствует пальто. Прямо уже дождаться не могу, когда я надену это кашемировое пальто свое. Люблю его. Галя, это твое платье 52-го размера. Представляешь? Девочки, если будете заказывать такое платье, заказывайте на два размера меньше. Ну, на размер точно. Вот это 52-й размер, представляете? И вот то, что бордовое я сейчас мерила, тоже можно было на размер меньше. А на 56-го можно было 54-й. Вот как-то с размерами сложно угадать. Вот для того и нужны вот такие примерки. Я вам говорю свой размер, какой я себе всегда покупаю. И вот если это платье, я 56-ое, допустим, нашу, ну, 54-56, а это 52-го. И оно вот какое свободное. Смотрите. Свободное платье. Галя заказали 52-го размера. Можно было смело 48-го брать. Ну, вот. Посмотрим, как на ней будет сидеть. А может быть, свободное оно тоже неплохо сидит. Потому что я себе подобное заказывала. Заказала 56-й и 58-й. И, в принципе, оба платья на мне нормально сидели. И большое, и то, которое поменьше. Если бы поменьше не было, я бы носила 58-й за милый мой. В общем, посмотрим. Халатик 54-го размера. Боже, боже, какая трелесть. Такой секси. Мне нравится халатик. Сзади вот так завязывается. На поясок. А впереди вот такой разрез. Девчонки, пока примеряла, прически уже не стала. Сапоги не снимаю. Сейчас в халате и в сапогах. Не стала сапоги снимать, потому что мне еще платье примерять. Угу. Хорошо понять и простить. Все, давайте дальше. Ну, халат мне нравится тоже. Платье 56-го размера. Вот, смотрите, опять же. Можно было и 54-го, наверное, да? 56-го. 56-го. Смотрите. 56-го. И вот эта ткань не садится, потому что она... Это как называется? Синий меланж, по-моему, так называется. Цвет. Он такой темно-темно-синий, как будто с пестриной серой. У Оли из такой ткани платье, которым она вот сильно доволен показывала вам. Ну вот, пожалуйста, серенькая платьица. Тоже длина закрывает колено. И повыше надела вот так, например. Сапоги с сапогами, запросто с сапогами, почему нет. Так, ну все, сапоги снимаю, потому что сейчас уже буду примерять платье с кроссовками, которые надо надеть. Все, я вам показал. Прически уже никакой, потому что переодеваюсь без конца. Обыкновенное домашнее платье. Синее, вот с такой вот с тапочкой, белой. Как футболочка, тоненькая. Ну и вот это плечо, про которое я вам говорила. Ну, я думала, там прям будет голое-голое плечо. Ну, нет, так немножечко, знаете. Чуть-чуть. Чуть-чуть, самое малость. Такое домашнее платье. Вот прям домашнее. Вот прям тоненькое, хлопковое домашнее платье. А это то платье, ради которого я достала кроссовки. Вот так оно смотрится. Еще сумочку возьму красную. Или черную. И все. И все. Вот это платье можно на улице носить. Оно прям такое спортивное. И ткань у него хлопок с добавлением полиэстера. Такое оно плотное. Оля тоже подобное платье хочет себе. Ну, не знаю, там размер есть, нет. Посмотрим. Кстати, на сайте оно красное, но в описании оно бордовое. Вот так. По-моему, так. В общем, имейте в виду, что оно не красное. А именно такой брусничный цвет. Брусничка. Все. Сейчас спортивный костюм еще надену и все. Все. Примерки на этом закончены. И буду наводить порядок. И еще вот такое платье. Пояс, конечно, ни к чему. Пояс мне не надо. Его можно носить с брюками. С узкими. Запросто. Оно такое вроде как и длинное. И у него пока такие разрезы есть. И все-таки это платье хотелось бы на размер больше. Вот оно 54. Все свободно. Рукав свободно. Везде. Вот. Видите? Единственное место. Если у вас маленькая грудь, заказывайте своего размера. Но если в этом месте вам хочется, чтобы ничего не оттопыривалось, то тогда побольше. А побольше нету. Вот этот 54 самый большой. Поэтому я его заказала. Вот. Все. Платье на этом закончилось. Сейчас еще костюмы спортивные примерю. И все. И будем прощаться с вами. И вот такой спортивный костюм. Куртка длинная. Ну, как куртка. Кофточка такая с капюшоном. Куртка длинная. Пок прикрывает. Ткань хлопок, но плотненькая такая. Вот. Так и выглядит. Что ты взяла? Ладно. Пусть так будет. Брюки без карманов. Курточка на молнии. А эту футболочку на себе надела. 54 размера. Вот эту. А на этом все. Показала все, чем я сегодня богата. Ссылочку под видео я оставлю в инфобоксе на компанию Василек. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok